Вечер добрый! И для начала о составах играющих команд. Начнем с гостей футболистов Анжи. По 22 номерам выступает игрок с хорошо известной такой футбольной фамилией Кержаков. Младший брат Галеодора, великого Галеодора российского футбола Александра Кержакова Михаил. По 22 номерам в составе Анжи. Он в воротах. Второй номер Алексей Аравин. 15 номер Георгий Зотов. Третий номер капитан команды Али Гаджибеков. По 4 номерам выступает Дмитрий Айдов. 87 номер Илья Максимов. 18 номер Роман Концедалов. 20 номер Мутари Амаду. 8 номер Григорий Чиркин. 42 номер Леонардо. И 94 номер Яник Бали. Главный тренер команды Сергей Ташуев. Команда Сокол Саратов. 16 номер Артем Федоров. 22 номер Кирилл Суслов. 5 номер Александр Горбатюк. 75 номер Александр Сирасхов. 30 номер Виталий Трубила. 17 номер Артем Молодцов. 77 номер Андрей Яковлев. 6 номер капитан команды Александр Дутов. 24 номер Игорь Бояров. 11 номер Александр Дегтярев. И 4 номер Игорь Маркелов. Главный тренер команды Игорь Чугайнов. И именно Сокол сегодня начинает этот матч. Именно он ввел мяч в игру. И сразу же прессинг организуют гости. Выступающие сегодня в желтых футболках. Сокол по традиции в белой-синей форме. И, конечно, матч для саратовских футболистов, наверное, даже более важен, чем для гостей. Рискну так предположить. Поскольку все-таки очень долго саратовцы не могут добиться победы. Не могут выиграть. И сегодня все болельщики, которые, к слову, собралось очень много на стадионе «Локомотив», порядка 10 тысяч, рискну предположить. Так вот, все болельщики саратовского футбола надеются, что Сокол сегодня прервет свою пренеприятнейшую серию, состоящую из пяти матчей без побед. Есть, конечно, такое положительное зерно, заключающееся в том, что в предыдущем матче саратовцы смогли набрать одно очко в споре с достаточно серьезным и неудобным для себя соперником, коим является Ярославский Шинник. И тем более, что этот матч проходил не на саратовской площадке, не у себя дома, а на выезде в Ярославле. Так вот, матч был очень тяжелым для саратовского клуба. Команда открыла счет на 61-й минуте благодаря усилиям Маркелова. Далее на 79-й минуте Малеров счет сравнял. А еще через 6 минут Гриднев вывел команду Шинник вперед 2-1. Казалось уже все. Переломил ход встречи Ярославский клуб. Но не тут-то было. Камиль Мулин на 89-й минуте сумел таки сравнять счет. 2-2. Так завершилась встреча. Очень важное очко для саратовцев. После не совсем удачного и по счету, и по игре матча с Новосибирской Сибирью у себя дома. Произошла небольшая встряска у команды. Возможно, это в какой-то степени связано с тем, что произошли кадровые изменения в тренерском штабе саратовского клуба. После поражения матча с Новосибирской Сибирью покинул пост старшего тренера команды Олег Терехин. Вместо него был назначен хорошо известный саратовской публике Михаил Дмитриев, который в свое время сделал такую грандиозную стряску для саратовского клуба. Если кто не помнит, было такое, когда команда, еще где-то это происходило лет 5 назад, когда команда опустилась при тренере Игоре Меншикове на последнее место в турнирной таблице зоны центра второй лиги. И такая ситуация случалась в истории Сокола. Так вот, после этого был назначен Михаил Дмитриев. Он стал делать акцент на саратовских футболистов. И этот акцент оказался достаточно удачным. Команда резко начала выигрывать одну встречу за другую. Была, конечно, сначала боевая ничья. После этого последовали победы, причем над достаточно серьезными соперниками. И команда в тот же сезон, когда находилась в начале того сезона внизу турнирной таблицы, по ходу сезона уже стала претендовать на место в призовой тройке. Вот так-то есть какие-то способности у Михаила Дмитриева как-то всколыхнуть коллектив. И, возможно, отчасти произошло это и сейчас. Да, Михаил Дмитриев получил в этот раз пост не наставника команды, а старшего тренера. Но, тем не менее, все-таки свежая кровь на тренерском мостике, возможно, как-то повлияла. И, хочу сказать, даже вот в сегодняшней игре прослеживается уже такая определенная активность в действиях саратовской команды, чего не наблюдалось в матче с Новосибирской Сибирью. И, смею предположить, смею зарядиться оптимизмом, что сегодня нас ожидает яркое зрелище. И нельзя исключать того, что саратовцы смогут зацепиться за ничью. И, чем черт не шутит, может быть, и даже попытаться победить грозного оппонента. Тем более, нужно учитывать еще один такой момент, что команда «Сокол» в этом сезоне гораздо лучше играет не с саусайдерами и середняками, а именно с лидерами турнирной таблицы. Все мы прекрасно помним, как «Сокол» в этом чемпионате дал бой самарским крыльям, которые лишь благодаря в какой-то степени случайности смогли забить гол в компенсированное время здесь, в Саратове, «Соколу» и тем самым набрать важные для себя три очка. Ну и, собственно, в ответной встрече в Самаре также саратовцы смотрелись очень даже неплохо. И, во многом, с моей точки зрения, за счет нескольких спорных решений, все-таки именно самарцы смогли одержать победу в той встрече, хоть и с минимальным счетом 2-1. Естественно, были боевые встречи и с командой из Ленинградской области Тосна. Да, очков набрано не было, но, тем не менее, что дома, что в гостях, встречи были очень упорные. Проходили они в обоюдо острой борьбе. И обе команды имели возможность набрать очки, победить. И чуточку повезло, чуточку больше повезло именно команде Тосна. Ну и, опять же, с Томской Томью упорный матч на выезде уже в 2015 году и не менее упорная встреча в первом круге. Надо заметить, что с Махачкалинским Анжи побороться в первом круге как раз-таки не получилось. Сокол потерпел поражение со счетом 0-3. Отличился лучший бомбардир не только Махачкалинского клуба Анжи, но и всей футбольной национальной лиги Яник Бали. Он забил на 19-й минуте, затем еще раз отличился на 28-й. Оформим тем самым дубль. А на 60-й минуте гол забил Амаду Мутари. Тем самым Анжи победил со счетом 3-0. Саратовский Сокол. Но все-таки смею предположить, что сегодня саратовцы окажут давление, дадут настоящий полноценный бой команде, которая совсем еще недавно являлась суперклубом российской премьер-лиги. Как известно, команда действительно очень серьезные, грандиозные планы имела. Более того, выступала в Еврокубках, приобретала супер игроков, чего стоят такие имена, как Роберто Карлос и Самуэль Итоо. Оба этих игрока совсем еще недавно за Махачхалинский клуб выступали. Но потом случился не самый удачный сезон для клуба. Сезон 2013-2014 года. В начале того сезона команда потерпела сразу несколько поражений. И владелец клуба Керимов решил полностью сменить курс. Продал всех своих звездных игроков. Причем в не самые слабые команды. В частности, тот же Самуэль Итоо и Виллиана перешли в лондонский Челси. Виллиан по-прежнему играет в основном составе без пяти минут чемпиона Англии. И на смену пришли игроки, которые, естественно, до такой уж степени не тяготят платежную ведомость клуба. Естественно, все эти перетурбации коренным образом сказались на команде в прошлом сезоне. Анжи так и не смог сохранить прописку в премьер-лиге. Вынужден был упасть в футбольную национальную, вылететь в футбольную национальную лигу. Но вот в нынешнем сезоне с приходом нового наставника, хорошо известного в футбольных кругах Сергея Ташуева, команда преобразилась, начала нащупывать свою игру. И сейчас уверенно, единолично лидирует в чемпионате футбольной национальной лиги, набрав в 27 матчах 58 очков. Более того, команда, лидер и по забитым мячам, и меньше всего пропускает в этих соревнованиях. Ну и, как я уже чуть ранее сказал, именно Яник Бали, нападающий Махачкалинского клуба, на данный момент является лучшим убордиром футбольной национальной лиги. Так что соперник действительно очень и очень серьезный у Саратовского клуба. И, естественно, какого-то недодостроя у Сокола в принципе быть не может. Вот опасный и очень опасный момент, и сейчас, можно сказать, повезло Саратовскому Соколу, поскольку 87-й номер Илья Максимов, прорвавшись практически к вратарской, и, можно сказать, пробив нацелено в дальний угол, в эту самую цель-то и не попал. В считанных сантиметрах мяч разминулся с дальним слевым углом от вратаря Артема Федорова. И тем самым, бесспорно, Саратовскому Соколу повезло. Вот еще одну атаку организует Махачкалинский клуб. В восьмой номер команды Григорий Чиркин искал какое-то определенное продолжение, но не смог найти точными передачами партнеров с той точки зрения, чтобы как-то попытаться создать еще один опасный момент. Да, мяч остался у Махачкалинского клуба. Он будет водить мяч из-за боковой. Сделает это 15-й номер коллектива Георгий Зотов. Человек, футболист достаточно опытный. Можно сказать, что благодаря тому, что имеет очень серьезную школу, поскольку он является воспитанником столичного Спартака. Угловой заработали махачкалинские футболисты. Роман Конциндалов. Очень опытный футболист. Будет подавать угловой после того, как немножко восстановится грозная сила Яни Кбали, грозная сила махачкалинцев. И попытка удара в исполнении капитана команды Али Гаджибекова. Но не очень-то опасно это было. И Артем Федоров ведет мяч от своих ворот. Так вот, очень опытная команда. Команда с именами. Люди провели не один сезон в серьезных клубах. Многие являются воспитанниками серьезных футбольных систем, как тот же Зотов, которого я только что упоминал. Да, за основную команду «Спартак Москва» он так и не смог выступить. Не сложилось у него. Выступал он вместо этого за коллектив «Локомотив-2», кемеровский «Кузбасс», белгородский «Салют» и донецкий «Металлург». Именно оттуда Сергей Ташуев и пригласил этого футболиста в Малчакалинский клуб. И, собственно, нет ничего удивительного, что пригласил он его из донецкого «Металлурга», поскольку предыдущим клубом в карьере Сергея Ташуева был как раз-таки донецкий «Металлург». Ну, а вообще футбольная тренерская карьера Сергея Ташуева достаточно богатая на коллективы, на задачи и, собственно, на клубы, в которых он работал. Чего стоит хотя бы название таких клубов, как «Крылья Советов», где он был, правда, помощником главного тренера, подмосковный «Сатурн», «Грозенский Терек», где Ташуев работал старшим тренером, помощником главного тренера. Но, кроме этого, была самостоятельная работа в белгородском клубе «Салют Энергия» и, наверное, самое главное в футбольном клубе «Краснодар». Именно при нем «Краснодар» в год дебюта во втором эшелоне. Вот еще один опасный момент в исполнении «Махачкалинского анжи». Был произведен достаточно опасный удар, после которого гости заработали угловой. Уверенно сыграл Артем Федоров и Роман Концедалов разыгрывает мяч. И еще раз Александр Дутов, капитан команды, вынужден перевести мяч на угол. И снова Роман Концедалов. Подача. Четвертый номер. Махачкалинцев Дмитрий Айдов. Слишком долго обрабатывал мяч. И соколовцы уже, можно так сказать, отвели угрозу. Пытаются организовать сейчас контратаку. Что-то может получиться, если бы был чуть поточнее 24 номер хозяев Игорь Бояров. А так еще одна атака, которая в исполнении махачкалинцев, которая ничем не заканчивается ввиду положения вне игры. Виталий Трубило оставляет мяч Артему Федорову. Так вот, я продолжу рассказ свой небольшой о Сергея Ташуеве. В год дебюта во втором эшелоне футбольный клуб Краснодар. Тот самый проект Сергея Галицкого, который образовался таки в 2008-м. И вот обратите внимание, в 2010-м, начав практически с нуля, через два года команда уже претендовала на самые высокие места во втором эшелоне. Заняла она пятое место. Но ввиду финансовых проблем сразу у нескольких вышестоящих коллективов, именно футбольному клубу Краснодар в конечном счете было предложено выйти в премьер-лигу. И Сергей Галицкий, посоветовавшись со своими помощниками, со своими бизнес-партнерами, пришел к выводу, что пора уже Краснодару выходить в элиту. И, собственно, не прогадал всем уже хорошо известна эта команда. В этом сезоне дебютировала она уже в Еврокубках и сейчас идет на втором месте в турнире таблицы. В воскресном матче с СССР, к слову, Краснодар набрал важное для себя очко, не позволив армейцев приблизиться к себе. И по-прежнему Краснодар располагается на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги. Но руководит командой уже не Сергей Ташуев, который, на мой взгляд, все-таки не совсем поверил в проект Сергея Галицкого. А может быть, Сергей Галицкий со своей стороны не слишком верил в перспективу этого тренера именно по работе в премьер-лиге. Но, так или иначе, Ташуев тогда покинул Краснодар, перебрался он в Нальчикский Спартак и, по большому счету, наверное, все-таки зря он это сделал, поскольку никаких серьезных, грандиозных результатов с нальчанами добиться Ташуев уже не мог по одной простой причине, что погряз Нальчик уже в тот момент в долгах. И все это, в конечном счете, привело к тому, что нальчане лишились профессионального статуса. Было потом у Ташуева время, когда он возвращался в Белгородский Салют, но затем в сезоне 13-14 годов работал в Донецком Металлурге. Но всем понятно, что сейчас не слишком простая ситуация на Украине. И, получив предложение от Махачкалинского клуба, Сергей Ташуев без раздумий согласился вернуться в Россию и сейчас вместе с командой ведет борьбу за возвращение в премьер-лигу и ведет борьбу за то, чтобы в сегодняшнем матче с Саратовским Соколом добиться положительного для себя результата. И надо сказать, что первые 20 минут, которые сейчас уже закончились, проходят все-таки, надо признать, под диктовку Махачкалинского клуба. Достаточно часто футболисты из Махачкалы тревожат Артема Федорова. Нельзя сказать, что все это стопроцентный момент. Да, был эпизод, когда Илья Максимов мог поразить дальний угол, но немножечко не хватило чего-то, немножечко не получилось и в итоге счет пока не открыт 0-0. К слову, Илья Максимов это еще один опытный игрок. Еще один опытный игрок, который выступал в свое время, может он занести к себе в актив выступление в таком клубе, как Питерский Зенит. Но надо признать, что все-таки не смог он закрепиться по-настоящему в этом клубе. Без пяти минут чемпионе сезона 14-15-го годов. И сейчас выступает за Махачкалинский клуб. Вот еще одна опасная атака может получиться у Махачкалинского коллектива. Леонардо, пас на партнера. Снова пытается Леонардо получить мяч, но здесь Александр Горбатюк выбивает мяч на чужую половину поля. Маркелов, Дегтярев. И здесь нарушение. Со стороны Махачкалинского коллектива получает желтую карточку Романа Концедалов. Свалил он на Александре Горбатюке. И судейская бригада. Главный судья, правильно не сказать, без раздумий, награждает опытного игрока-соперника горчичником. Не назвал я, кстати, еще сегодня судейскую бригаду, которая обслуживает матч. Главный судья это Андрей Фисенко, представляющий город Владивосток. Ему помогает Александр Шимарыгин из Соснового Бора. И вторым помощником является Артур Зайна Гудзинов из Уфы, инспектор матча Владимира Янютина. И, кроме того, есть еще делегат матча. Это Юрий Ключников, который представляет город Москва. Но при всем при этом, город Москву, но при всем при этом Юрий Ключников хорошо известен саратовским любителем спорта, поскольку является воспитанником саратовского футбола. Начинал он карьеру в Саратовском Соколе, но затем долгое время выступал в Ростове-на-Дону, после чего, после завершения футбольной игровой карьеры, у него была не менее успешная карьера судьи. Кстати, будучи судьей, он представлял уже не Саратов, опять же, город Ростов-на-Дону, но даже, несмотря на все это, что был он в то время, проживал он в то время в Ростове-на-Дону, частенько он оказывался в Саратове, возвращался сюда, к себе домой. Не забывал и своего тренера Василия Николаевича Слепнева, которого, к сожалению, уже нет с нами. Василий Николаевич много талантливых ребят воспитал, и Юрий Ключников был как раз-таки одним из его воспитанников, пожалуй, самым успешным воспитанником нашего прославленного детского тренера. нарушили правила саратовские футболисты. Примерно в 30 метрах от своих ворот произошло это на стыке 25-26 минут. счет пока не открыт 0-0, но при всем при этом макачкалинцы получили возможность на стандарт, получили возможность исполнить стандарт и попробовать после него что-то серьезно организовать. пробил поворотом Илья Максимов, но не сумел попасть в цель. По всей видимости, зацепил чью-то ногу мяч. И угловой подадут гости. навес. Артем Федоров спокойно забирает мяч и делает быструю передачу на партнера на Ивана Маркелова, на Игоря Маркелова. Но не удалось продолжить эту атаку. Иван Маркелов достаточно быстро потерял мяч. И Бали рвется вперед, отдает передачу партнеру Илье Максимову. И снова стандарт у наших ворот. Ворот Саратовского Сокола. Пока больше обороняются саратовцы, но это собственно и не удивительно. Все-таки очень серьезный соперник у саратовской дружины. Команда располагающаяся на первом месте в турнире таблицы. Но при всем при этом надо заметить, что смотрится Сокол сегодня очень и очень достойно. И при каждой удобной ситуации пытается организовать контр-ответ. ответ. Как так собственно и сейчас это происходит. Андрей Яковлев рвется вперед. Но нарушены перед этим правила. Георгий Зотов получает предупреждение, а саратовцы получается в свою очередь возможность исполнить стандарт. Нарушение произошло практически в центре поля. Александр Дутов у мяча. Очень неточный пас в исполнении одного из защитников саратовской команды. В результате чего вновь владеют мячом гости махачкалинские футболисты. 42 номер гостей Леонардо пытался по-бразильски бразилец пытался по-бразильски обыграть нашего защитника перекинуть мяч через него но не тут-то было пока все надежно и вновь попытка контратаки нет это не будет контратак это будет обычная атака быстро атака в исполнении саратовской команды Артем Молодцов который сегодня играет не совсем на привычной для себя позиции правого полузащитника был с мячом но вынужден вынужден отдать мяч партнерам так вот Артем Молодцов чаще всего действует на позиции правого защитника но с другой стороны то что сегодня несколько больше возможностей у Артема подключаться в атаку для него не является особо диковым событием вот сейчас может быть опасная ситуация Андрей Иванов пытался пробить поворотом Михаила Киржакова так вот возвращаемся к Молодцову все-таки наверное в привычной для себя ситуации сам Молодцов находится поскольку даже являясь номинальным защитником очень часто Артем Молодцов подключался к атаке есть на его счету иглевые передачи и забитые мячи так что не понаслышке Артем знает что такое атаковать сегодня этих возможностей по логике вещей у Артема должно быть больше возможности атаковать это с одной стороны с другой стороны конечно же соперник очень неуступчиво и здесь может быть и немножко другую цель преследовали Игорь Чугайнов и его помощники поскольку всем прекрасно известно что для надежной обороны для надежной защиты необходимо отлаженная игра не только номинальных защитников но и полузащитников и нападающих и человек который умеет очень хорошо обороняться коим является Артем Молодцов может быть как раз то что сейчас нужно и средней линии для Саратовского Сокола Бали очень такую неплохую передачу мог сделать на партнера но здесь на чеку были защитники Саратовской команды и Артем Федоров забирает мяч длинный пас вперед на Артема Молодцова который действует уже не как полузащитника наверное уже как крайний правый нападающий но перехватили у него мяч Андрей Яковлев был с мячом нарушили правила против его партнера 24 номера Игоря Боярова Александр Дутов пас на партнера был это Виталий Трубило но сейчас уже хозяева нарушают правила чуточку вроде как успокоилась игра и если в первые 20 минут махачкалинский клуб очень даже давил и было тревожно у ворот Артема Федорова то сейчас ситуация несколько изменилась выровнялась и все чаще и чаще футболисты саратовского сокола также пытаются организовать такой серьезный контр ответа и вот сейчас Александр Дегтярев рвется вперед и нарушает против него правила Григорий Чиркин наверное будет желтая карточка да действительно это так кстати уже три горчичника получили в этом матче футболисты махачкалинского клуба Анжи не церемонятся они с соперниками в любой ситуации которая мало-мальски может быть опасна для команды гостей так произошло и сейчас Александр Дутов с мячом отдает пас Александру Горбатюку на вет штрафную здесь защитники справляются но второй фронт атаки в исполнении саратовцев Андрей Иванов хорошо отдал передачу партнеру вновь получил мяч и заработал угловое на 35 минуте встречи Андрей прошу прощения Яковлев зарабатывает угловое для своей команды и Виталий Трубила будет его подавать реальный шанс для Сокола забить мяч на вет штрафную Горбатюк удар гол забивают мяч футболисты Сокола и делает это Александр Горбатюк защитник саратовской команды который пришел на подачу углового и сделал это абсолютно не зря Андрей Яковлев заработал угловой Виталий Трубила четко красиво навесил в штрафную а там выше всех оказался защитник центральный защитник саратовской команды Александр Горбатюк и теперь будет я думаю намного намного интереснее поскольку саратовский Сокол выходит вперед в матче с грозным соперником 1-0 впереди саратовцы вот так момент и вот такой вот случай произошел радостный для всех саратовских болельщиков саратовцы впереди и сразу же пытаются всеми силами сделать так чтобы не допустить контратвет в исполнении махачкалинского коллектива оказывают давление саратовцы на каждом участке поля сейчас главное сыграть спокойно борьба и вот Иван Маркелов рвется по правому флангу врывается в штрафную нужно нанести точный удар да удар-то точный Михаил Киржаков на месте немножечко не сильный получился выстрел у Ивана Маркелова но тем не менее можно занести в зачет и эту атаку в исполнении саратовской команды которая после забитого мяча смотрится несколько лучше оппонента возможно махачкалинцы не ожидали такой прыти в исполнении Сокола нарушают правила махачкалинцы 38 минута 1-0 Сокол впереди за счет точного удара в исполнении Александра Горботюка не так много осталось до окончания первого тайма встречи и естественно всем болельщикам всем любителям саратовского Сокола очень даже хотелось чтобы так и закончился первый тайм кто его знает может быть не только первый тайм но и вся игра если закончится с таким счетом наверное ни Игорь Чугайнов ни футболисты ни болельщики не будут от этого против рвется вперед 94 номер гостей грозный Яник Бали но на месте защитники саратовской команды да приходится защищаться саратовскому клубу вот еще одна атака 87 номер Илья Максимов не дали ему прорваться в штрафную и Андрей Яковлев спокойненько отдает пас партнеру по команде Виталию Трубило но потеря следует у Сокола и это может быть опасно Артем Молодцов не получается у него выбить мяч но сделал это Александр Дегтярев и пас вперед на Ивана Маркелова чуть-чуть не добрался до мяча игрока саратовской команды веселая действительно веселая игра сегодня на саратовском стадионе локомотив не получается сделать точный пас махачкалинским игрокам Артем Федоров не будет никуда спешить на сороковой минуте встречи Сокол Саратов Анжи Махачкала 1-0 Сокол впереди Горбатюк длинная передача партнеру Ивану Маркелову он уже в штрафной и так удар это был не удар это был прострел и чуть-чуть не хватило Артему Молодцову для того чтобы замкнуть этот прострел и сделать счет вовсе уж обескураживающим для махачкалинской команды но так счет по-прежнему 1-0 впереди Сокол сороковая минута встречи и 22-й номер команды Кирилл Суслов который не так часто появляется в составе команды в этом сезоне но есть кадровые проблемы у Сокола особенно это касается защитных порядков поскольку в матче с Новосибирской Сибирью получил травму Денис Колодин не сумевший доиграть даже первый тайм той встречи и к слову именно после того как Денис Колодин был травмирован тут же случился неприятный момент пропущенный гол ставший по сути решающим в матче с Сибирью так вот в связи с этой потерей с потерей Дениса Колодина появился шанс у Кирилла Суслова и пока в общем-то он этим шансом успешно пользуется во всяком случае пропущенных голов у Сокола в этой встрече нет а если нет пропущенных голов то нет фатальных ошибок в исполнении защитников саратовской команды атакуют махачкалинские футболисты Алексей Аравин ищет партнера находит Илью Максимова далее передача на Леонардо тот уже в штрафной тут надо быть осторожнее и сразу три защитника были против Леонардо справились они с этой угрозой вновь Илья Максимов организовывает атаку и вновь наконечником этой атаки является Леонардо к счастью для саратовцев удар у него не совсем получился выше цели порядка трех минут остается до окончания первого тайма впереди Сокол 1-0 Артем Федоров выбивает мяч на чужую половину поля здесь борьбу выигрывают махачкалинцы Бали пас опять на Леонардо но ударом головой метров с 18 конечно же ну может быть даже не с 18 17-16 Артему Федорову я думаю все-таки не забить тем более что по большому счету удар и не получился у бразильского игрока махачкалинского клуба вновь атакуют махачкалинцы вновь Бали вновь Леонардо надо сказать что Леонардо даже более так активен у махачкалинцев впереди нежели Бали именно Леонардо вел мяч от углового флажка пас Максиму навес на дальнюю штангу но здесь защитники Сокола и вновь на вест штрафную и вновь саратовцы отбиваются да-да нежелательно пропускать гол в раздевалку и все это прекрасно понимают Мутари пас партнеру направо снова Мутари боролся за мяч но там Александр Горбатюк не позволил приблизиться махачкалинцам вперед Виталий Трубило делает то же самое отбивается и все можно сказать благополучно заканчивается для саратовской команды которая спокойненько никуда не спеша будет вводить мяч от своих ворот одна минута тем временем добавлена к основному времени первого тайма Артем Федоров выбивает мяч далеко на чужую половину поля здесь Иван Маркелов Виталий Друбило сообща борется за пятнистого помогает им в этом Андрей Яковлев и все заканчивается аутом в пользу саратовской команды Александр Дутов пытался предложить себя в качестве игрока который получит мяч после ввода из аута но тот достался Александру Горбартьюку а далее последовала неточная передача и мячом завладели махачкалинские футболисты но пока это все не опасно пока это в центре поля где саратовцы очень и очень неплохо сегодня играют на перехвате сделал это Александр Дегтярев и тем временем первая тайма встречи Сокол Саратов Анжи Махачкала завершен 1-0 впереди саратовский футболист благодаря точному попаданию в исполнении защитника команды Александра Горбатюка мы уходим на перерыв чтобы насладиться после этого вторым таймом встречи очень важной в первую очередь для саратовского коллектива впрочем и соперники махачкалинского клуба также неподалеку находятся но обо всем этом мы будем уже говорить по ходу второго тайма встречи телеканал Саратов 24 продолжает трансляцию матча 28 тура футбольной национальной лиги между командами Сокол Саратов Анжи Махачкала после первого тайма счет 1-0 впереди саратовские футболисты благодаря точному попаданию с углового в исполнении Александра Горбатюка команда гостей махачкалинский клуб коллектив уже на поле и уже рвется в бой и готовится к тому чтобы попытаться во второй половине встречи все-таки сравнять счет в матче но а саратовский сокол на поле еще не вышел дает последнее наставление видимо Игорь Чугайнов саратовскому коллективу который со своей стороны естественно горит обратным желанием попытаться сделать так чтобы Анжи не смог забить а со своей стороны опять же попытаться сделать то чтобы не только сохранить то преимущество в счете который был но и постараться его приумножить и вот футболисты сокола выходят на поле Александр Дутов Артем Федоров автор забитого мяча Александр Горбатюк и сотоварищи уже на зеленом газоне стадиона локомотив и составы команд Махачкалинский клуб Анжи вышел на этот матч в следующем составе Михаил Киржаков 22 номер в воротах второй номер Алексей Аравин 15 номер Георгий Зотов по третьим номером выступал Али Гаджибеков его по причине травмы еще в первом тайме заменил Расима Тагербеков в самом начале первого тайма Дмитрий Айдов 4 номер 87 номер Илья Максимов 18 Роман Концедалов 20 Амаду Мутарий 8 Григорий Чиркин 42 номер Леонардо Исо и 94 номер Яник Бали главный тренер команды гостей Сергей Ташуев Сокол Саратов Артем Федоров 16 номер в воротах Кирилл Суслов 22 Александр Горбатюк автор единственного мяча в этом матче на данный момент выступает под пятым номером Александр Сирасков 75-й Виталий Трубила Вот опасный момент в исполнении Саратов в исполнении Махачкалинской команды Анжи Но пока ничем он не заканчивается Вместе с тем 15 номер гостей Георгий Зотов навешивал в штрафную Там после легкой паники защитники саратовцев все-таки выбили мяч Александр Дегтярев захватил пятнистым выступающий под одиннадцатым номером и появилась теперь возможность продолжить знакомить вас с составом Саратовского Сокола 30-й номер Виталий Трубила 17-й Артем Молодцов 77-й Андрей Яковлев 6-й номер Александр Дутов капитан команды 24-й номер Игорь Бояров под одиннадцатым номером выступает уже упомянутый мной Александр Дегтярев и Иван Маркелов 4-й номер на острие атаки саратовского коллектива есть несколько кадровых изменений в составе саратовской команды по сравнению с предыдущими матчами прежде всего я бы отметил тот факт что Артем Молодцов сегодня действует не в защите не на правом краю защиты а на правом краю полу защиты связаны это пожалуй наверное с одной стороны с тем что очень даже неплохо в своих подключений Артем Молодцов в целом по нынешнему сезону а во вторых естественно учитывая силу соперника необходимо встречать его уже не на поступах к своим воротам а несколько раньше учитывая как может это делать непосредственно Артем Молодцов это все прекрасно знаем возможно именно с этим связана вот эта рокировка Игорь Бояров 30 секунд назад пробил поворотом Михаила Кержаков на чеку ответная ситуация в исполнении гостей лучший бомбардир футбольной национальной лиги Яник Бали выпрыгнул выше всех на линии воротарской но мяч прошел выше ворот Яник Бали достаточно известная фигура во всяком случае в отношении футбольной национальной лиги не так много в ней футболистов имеющих пусть небольшой но все-таки опыт выступления за национальную сборную страны да и не за какую-нибудь а за сборную Кот-де-Уара за ту сборную где долгое время выступал Дидье Драгба знаменитый нападающий лондонского Челси благодаря усилиям которого не так давно Челси несколько лет назад Челси стал лучшей командой Европы Так вот Яник Бали успел за этот клуб за эту сборную выступать а помимо этого были в его карьеры звездные именитые клубы но об этом чуть попозже поскольку опасный штрафной у ворот саратовцев тринадцатый номер гостей Росима Тагербеков который взял капитанскую повязку после того как поле покинуло Али Гаджибеков собственно Росима его и заменил и Концедалов подает еще один угловой справляются с ним игроки Саратовского Сокола но вот еще один на вет штрафную и здесь уже Артем Федоров ловит мяч но при этом получает он повреждения не знаю насколько оно серьезное нет сможет он продолжить игру и даже врачебная бригада на поле не выходит а я теперь собственно могу немножечко рассказать о Яне Кибали который начинал свою клубную карьеру в парижском клубе ПСЖ выступал он за молодежный за молодежную систему можно сказать он и является воспитником этой молодежной системы с 99 по 2007 год выступал он за молодежные клубы Париса Джермена далее в период с 7 по 10 год этого игрока начали подпускать уже к основному составу и даже 4 матча он за основную команду сыграл забил один мяч но не более того не смог он как следует в парижском клубе закрепиться был в сезоне 8-9 годов отдан в аренду в Гавр где провел 11 матчей в сезоне 10-11 года выступал за ним Олимпик а далее в его карьере был Черноморец из города Бургас Луганская Заря и Сергей Ташуев который славится прославился во всяком случае в отношении Махачкалинского клуба это можно сказать со 100% уверенностью тем что ведущих игроков предыдущего клуба он готов передавать вернее брать с собой в новый коллектив так произошло как раз таки Сергеем Ташуевым и в данном случае с командой Анжи Махачкала Сергей Ташуев работал на Украине видел Яни Кабали как он выступал за Луганскую команду будучи главным тренером тогда Донецкого Металлурга и при первой же возможности он забрал этого игрока и Бали теперь является одной из ключевых фигур футбольной национальной лиги лидером в споре бомбардиров причем в отличие от его конкурентов он забивал мячи только с игры начало второго тайма если можно так выразиться в большей степени остается за гостями за махачкалинскими футболистами сокол отдал Анжи территорию возможно это сделал преднамеренно поскольку счет сейчас на табло такой который сокол очень даже устраивает 1-0 саратовцы ведут и в такой ситуации наиглавнейшим наверное является желание не пропустить желание построже сыграть защите и не позволить махачкалинцам сравнять счет единственное конечно прижались несколько сильно саратовские футболисты этого делать ни в коем случае не рекомендуется по хозяйски как-то махачкалинцы сейчас вели себя в штрафной но все закончилось благополучно Артем Молодцов никуда сейчас не спешит отдаст мяч партнеру для того чтобы тот ввел его из аута показывали нам Андрея Яковлева одного из самых заметных игроков в первом тайме именно он к слову отдал заработал правильно сказать угловой из которого и был забит единственный мяч в этом матче на данный момент так вот если говорить о турнирной ситуации об этом я на этой теме я заканчивал репортаж с первого тайма встречи Махачкалинский клуб после 27 туров являлся явным лидером футбольной национальной регии 58 набранных очков на втором месте располагался имея 53 балла футбольный клуб Томь на третьем с 52 очками ленинградская команда Тосна и на четвертом Самарский Крылья Советов также имевшая 52 набранных балла но на что можно обратить внимание что все-таки тот же футбольный клуб Тосна сегодня играет у себя дома против Сибири аналогичная ситуация с Томской Томью вернее правильнее сказать Томью уже свой матч сыграла и набрала набрала три набранных очка в матче с Ярославским Шинником и в данной ситуации конечно же все может усложнится для махачкалинцев если они сегодня очки таки не наберут а тем временем Александр Столяренко вышел на поле игрок саратовской команды причем вышел Столяренко не в защитную линию где он в последнем сезоне в последних сезонах чаще располагается а появился он в опорной зоне заменив Игоря Боярова это к слову не первый случай судя во всяком случае по сегодняшнему матчу когда игроки с опытом игры в обороне выходят в полузащиту таковым является игроком Артем Молодцов таковым же является и Александр Столяренко ну и собственно в этом ничего удивительного нет поскольку соперник действительно очень серьезный и нужно построже сыграть не только в защите но и в среднем и в нападении потому что иными путями добиться положительного результата с таким коллективом как Анжи просто не представляется возможным Анжи атакует Анжи атакует достаточно активно но Александр Столяренко перехватывает мяч и тут же отдает передачу на Александра Дегтярева а тут в свою очередь зарабатывает аут не спешит 75 номер хозяев Александр Сирасхов вышедший сегодня в стартовом составе картины особо не портящий махачкалинцы с мячом бали на левом фланге против Сирасхова тут же Леонардо и очень опасные удары в исполнении опасный я бы сказал выпад в исполнении Амаду Мутари это по сути был голевой момент после чего случилось столкновение между игроком гостей и Артемом Федоровым вроде бы с Артемом все в порядке и очень даже хорошо что Мутари не смог попасть в цель ведь нарушение не было зафиксировано его собственно не было это обычное игровое столкновение и в случае попадания в пича в створ естественно голубого защита повезло отчасти соколу сейчас но везет как выражается как очень часто говорится тому кто везет а сокол в сегодняшнем матче смотрится очень даже неплохо играет самоотверженно на каждом участке поля и за свою самоотверженность игроки частенько вознаграждаются вот и сейчас не совсем по правилам сыграли против сираскова и сокол в центре поля заработал штрафной горбатюха дутов у мяча дутов навес в сторону штрафной к лему флангу не смог зацепиться запятнистого Андрей Яковлев и Столяренко так активно борется с Ильей Максимовым нарушает правила конечно зря Александр держал Илью руками в иной ситуации можно было бы заработать и желтую карточку пожалел судья в данном моменте Столяренко а Максимов с мячом и снова против него Столяренко и вот может быть опасная ситуация удар поворотом наносил Георгий Зонов Зотов практически с линии штрафной но мяч прошел над перекладиной да поддавливают сейчас махачкалинские футболисты не желающие мириться счетом на табло 62 минута заканчивается Сокол ведет 1-0 в матче с лидером чемпионата махачкалинским клубом Анжи Сокол после 27 туров располагался на 14 месте в турнирной таблице с 28 очками и лишь на 3 пункта опережая идущий на 16 месте Южно-Сахалинский клуб Сахалин но в этом туре Сахалин сыграл очень даже неудачно 1-5 проиграл Тюмени возможно отпечаток наложило то обстоятельство то что Сахалин получил техническое поражение в матче с Тосно завершившийся Южно-Сахалинский в ничью и тем самым приблизился к своему вылету вообще ситуация в Сахалине не позавидуешь всем известно а вот это вот может быть кстати желтая карточка так оно и будет цеплял за футболку Григория Чиркина Андрей Яковлев цеплял все-таки наверное зря получил он горчичник практически на ровном месте так вот в Сахалине произошел вот этот самый коррупционный скандал с губернатором и после того события возможно есть какая-то неопределенность всем прекрасно известно то что существование развития спорта в регионах на местах очень часто зависит от руководства этих самых регионов и когда начинается период такого некого безвремени неясности неопределенности с тем кто возглавит тот или иной регион случаются как раз те события которые в общем-то и происходят сейчас с сахалинской командой будущее неясно неясно будет ли коллектив поддерживаться и играть в данном раскладе очень сложно к слову предвидя такую ситуацию возможно и покинулся колено наставник команды Игорь Добровольский это и очка разрыва но опять же если сокол сегодня наберет очки в матче Санжи то может быть вообще все великолепно в случае победы уже 6 очков будет преимущество Сокола над Сахалином да и ничья в этом плане тоже будет не самым плохим результатом но об этом никто из Соколских никто из Соколят не думает все надеются только на положительный стопроцентный результат коим может являться исключительно победа все в порядке с Артемом Федоровым с голкипером нашей команды был неприятный эпизод желтую карточку получил бразильский легионер Анжи Леонардо но игра возобновилась 67 минута Сокол Анжи 1-0 впереди саратовцы и что-то неприятное произошло с Яни Камбали негодуют трибуны подозревают они некую симуляцию хотя смысла на мой взгляд все-таки симулировать сейчас нет никакого потому что каждая остановка она идет на пользу исключительно Соколу никак не Махачкалинскому клубу ведь дагестанцам надо всеми силами пытаться отыгрываться а времени остается все меньше и меньше по крайней мере второй тайм уже преодолевает преодолел экватор не считая того времени что будет добавлено в основном времени этого самого второго тайма нарушил правила Бали против Александра Дутова Дутов настоящий капитан настоящий боец футболист которого уважают и болельщики и партнеры по команде и наверное игроки соперников его самодача может вызывать только уважение не торопится Сокол Виталий Трубило ведет мяч из аута пас на Андрея Яковлева ух ты как здорово поборолся Трубило еще одна замена в составе саратовской команды Камиль Мулин выходит и меняет он Ивана Маркелова ожидаемая замена Иван Маркелов который чаще всего в последнее время действует в нападении нежели в полузащите поиск поля и вместо него выходит Камиль Мулин забивший очень важный матч на 89 минуте в прошедшем матче на выезде с Ярославским Шинником нарушили правила саратовцы и большими силами махачкалинцы идут вперед Роман Концедалов как всегда у мяча главный стандартник Анжи Артем Федоров устанавливает стенку из одного футболиста Александра Дегтярева Концедалов на вет штрафную но остановлена игра сразу два футболиста Сокола Александр Горбатюк и Артем Молодцов оказались на газоне и судья встречи посчитал что нарушили правила гости главным судьей сегодня является Андрей Фисенко представляющий город Владивосток его первый помощник Александр Шимарыгин из Соснового Гора второй Артур Заинагуддинов из Уфы инспектор матча Владимир Янютин представляющий город Москву и делегатом матча является уроженец Саратова Юрий Ключников но в данном случае он представляет столицу Российской Федерации еще одно нарушение очень много нарушений в этой встрече их было немало в первом тайме причем Андрей Фисенко не стеснялся показывать горчичники в основном их получали гости штрафной вот атака на этом не закончена опять прижимается немножко Сокола нужно немножко выбить действительно нужно мяч что собственно Соколята и делают пас на Яковлева все правильно нет смысла теперь уже торопиться и Виталий Трубило ведет мяч из аута ищет партнера Камиль Мулин не смог контратака в исполнении саратовцев была молниеносная все правильно делали партнеры выводя Артем Молодцова на ударную позицию тот врывался в штрафную с правого фланга пробил поворотом но мяч слетел с ноги и Михаилу Киржакову не пришлось вступать в игру но Сокол продемонстрировал все то что нужно делать в данной ситуации построже играть в обороне и пытаться за счет быстрых контратак быстрых действий впереди как-то переломить не то что переломить успокоить игру сделав преимущество более комфортно для себя в данном матче угловой на 75 минуте зарабатывают гости Леонардо и Илья Максимов у мяча Максимов очень неудачно я бы сказал навесил мяч штрафную тот все таки остался у гостей Мутари пробил поворотом на чеку Артем Федоров атака на этом не закончена Илья Максимов штрафной сразу три защитника два теперь уже возле него еще один навес там Бали боролся Сирасовым Илья Максимов один штрафной очень неприятное столкновение для Александра Дегтярева тот столкнулся с Расимом Тагербековым и ему Александру Дегтяреву потребуется медицинская помощь Мясников врач Мясников массажист Конов выходит на поле и замена готовится у гостей Шамиль Альсидаров выходит на поле и меняет он Романа Концедалова Шамиль Альсидаров легендарная личность не только Махачкаринского для всего Кавказского региона для южных краев России личность выступала за Махачкаринское Динамо и за Краснодарскую Кубань были в его активе даже матчи за московский локомотив был Грозненский Терек Владивостокский Луч Энергия Нальчевский Спартак вот после выступления в Нижегородской Волге и Владивостокском Луче в СИЗО 2014 года вновь Шамиль в Махачкаринском клубе и достаточно тепло его приветствуют дагестанские болельщики которых на стадионе Локомотив сегодня очень даже немало собралось но в составе Сокола вынужденная замена Александр Дегтярев не смог продолжить игру и вместо него вышел Давид Хубаев номер номер 9 молодой футболист не первый сезон выступающий за Соратовский клуб точнее второй по-прежнему оказывает помощь Александру Дегтяреву нельзя конечно очень серьезное такое столкновение нельзя исключать того что сотрясение мозга у Александра точно показания наверное смогут дать уже врачи Александровской команды после всех необходимых медпроцедур после медобследования пожелаем Александру Дегтяреву скорейшего выздоровления Михаил Киржаков не так часто во втором тайме ему приходится владеть мячом но сейчас такая ситуация произошла левым флангом атакует махачкалинский коллектив перевод в центр здесь все практически закрыто саратовские игроки в целом справляются с атакующими действиями гостей а вот атака уже контратака саратовцев Андрей Яковлев передача на Хубаева удар по воротам штанга и закатывает с мясом можно сказать вносит мяч в ворота Андрей Яковлев настоящий герой сегодняшней встречи именно он в первом тайме заработал угловой после которого саратовцы открыли счет и вот теперь он подкараулил ошибку защитных порядков махачкалинского клуба завладел мячом отдал точную передачу у Давида Хубаева тот пробил мяч попал штангу но Андрей Яковлев не выключился после этого из игры шел туда куда должен идти Заправский форвард он это сделал и забил мяч второй мяч ворота махачкалинского клуба ну что ж рискну предположить что игра в сегодняшнем матче сделана саратовский сокол одерживает сенсационную можно так сказать победу если рассматривать то где находится сокол где находится Анжи но по сегодняшней игре можно сказать что сокол заслужил такого результата самоотверженно команда играет на протяжении всего сегодняшнего матча и радуется ликую саратовские и болельщики саратовская фан-зона все заждались такого яркого матча обоюдо острого да были моменты у махачкалинцев для того чтобы забить выйти вперед в первом тайме сравнять счет во втором но защитники и вратарь саратовской команды действовали очень уверенно подтвердив что не зря болельщики пришли поддержать команду в этот воскресный день богатый на спортивные на футбольные хоккейные события очень много всего такого интересного сегодня по спортивным каналам и хоккей и формула 1 и футбол но тем не менее болельщики пришли и болельщики не прогадали саратовская команда сегодня очень близка к тому чтобы обыграть лидера футбольной национальной лиги махачкалинский анжим и взять убедительный реванш за поражение в первом круге вот так расклад и замена Артем молодцов один из лучших игроков если не лучший игрок нынешнего сезона покидает площадку и вместо него выходит Владислав Габов по 26 номерам это можно сказать уже тактическая замена вот еще один момент мог быть у Андрея Яковлева но Михаил Киржаков казалось бы уже упустивший мяч все таки исправил свою ошибку забрал пятнистого отдал мяч партнеру но ненадолго Александр Дутов перехватывает все почищает в центре поля со своими партнерами не позволяют махачкалинцам сегодня забить даже одного гола саратовские футболисты и вновь перехват 75 номер рвется вперед отдает передачу Хубаеву ну что бей Давид удар нет не получается к сожалению удар но ничего страшного атака была атака закончилась ударом и это наверное в данной ситуации самое главное каждый момент каждый эпизод стараться заканчивать выстрелом поворотом и замена у Анжи Леонардо покидает поле Комков появился на поле вместо Леонардо Михаил Комков достаточно опытный футболист ну собственно это можно сказать про большинство игроков махачкаринского клуба иначе наверное команда бы и не находилась бы на первом месте в турнирной таблице 8-6 минута встречи Сокол Анжи 2-0 и что же по раскладу при подобном результате Сокол вполне может оказаться и на 13-м месте в турнирной таблице если Калининградская Балтика потеряет очки в Держинске зона вылета не так уж теперь близка для саратовцев отрываются они от Сахалина на 6 очков у махачкаринцев несколько обратная ситуация приближаются и Томь и Тоснов в случае победы над Сибирью имея все шансы приблизиться на расстояние в 2 очка от махачкаринского клуба не в 2 а правильнее в 3 очка но тоже на более такое близкое расстояние нежели было до этого ну и собственно та же самая ситуация у Крыльев Советов у них после 27 туров было 52 очка против 58 у Анжи но если они смогут обыграть Газовик из Оренбурга все для них будет прекрасно как прекрасно сейчас и для саратовских болельщиков которые наслаждаются уже каждым моментом в исполнении саратовской команды Сокол не стесняется бить по воротам что продемонстрировал сейчас капитан команды Александр Дутов да не попал да выше ворот но не нанося удары невозможно забивать голы не получилось сейчас получится в следующем эпизоде пусть не в этом матче пусть в ближайших играх они для Сокола будут непростые прежде всего это касается следующей встречи с Калининградской Балтикой на выезде а как мы а как мы знаем с командами из нижней части турнира таблицы с командами середняками Соколу почему-то играть гораздо сложнее нежели с командами из лидирующей группы что собственно сегодняшний матч показал это яркое подтверждение того о чем мы говорили еще в начале сегодняшней встречи что Сокол гораздо лучше смотрится именно с соперниками находящимися вверху турнирной таблицы так было с самарскими крыльями советов так было с ленинградской с командой из ленинградской области Тосна то же самое можно сказать и про томскую томя что в томске что в саратове в матчах с томью саратовцы имели все шансы набирать очки и более того у саратови эти самые очки саратовцы в саратове эти самые очки Сокол смог набрать но до этого были ух ты какой момент очередной момент был в исполнении Сокола потрясающе действовал Александр Столяренко который пяточка отдавал передачу на Андрея Яковлева тот бил целенаправленно в дальний угол и мне все таки показалось что Михаил Киржаков кончиками пальцев задел этот мяч переведя его на угловой то же самое показалось Андрею Яковлеву но при всем при этом иного мнения был арбитр сегодняшней встречи посчитавший что мяч прошел мимо никого не задел и махачкалинцы вели мяч от своих ворот Илья Максимов о чем сейчас думают махачкалинцы наверное в большей степени о том чтобы попытаться забить гол престижа да бывают ситуации когда в последние минуты забиваются и два и три мяча но это больше исключение из правил нежели какая-то определенная закономерность и плюс по сегодняшней игре все таки Сокол уж больно сконцентрировано действует в защите и вряд ли позволит забить целых два мяча гостям из махачкалы вместе с тем на вес удар поворотом но это уже что-то из американского футбола или из регби мне сложно судить не являюсь супер профессионалом супер специалистом в этих видах спорта но мяч зарядил Расим Тагербеков куда-то очень далеко целился он по всей видимости по воробьям но никак не поворотом не по владениям защищаем не поворотом защищаемым Артемом Федоровым ставшим одним из героев сегодняшнего матча в нескольких эпизодах он уверенно сыграл выручил свою команду и тем самым предопределил исход сегодняшнего матча еще одно нарушение соколята нарушили правила на Бали Бали сегодня очень даже наверное больно и печально гол он не забил полумоменты были но не более того все таки Леонардо особенно в первом тайме смотрелся как-то поинтереснее в атаке как впрочем Илья Максимов Илья Максимов сейчас у мяча на вештрафную Федор выбивает мяч и штанга после удара 21 номера не штанга а перекладина Михаил Комков добивал мяч после того как пятнистого в свое время в свою очередь пытался выбить из штрафной Артем Федоров не очень-то это получилось но когда не получается вратаря на помощь выходит перекладина ворот родного для Артема стадиона Локомотив 3 минуты добавлено к основному времени этого матча возможно последняя атака в исполнении махачкалинцев Илья Максимов но нет здесь саратовцы защищаются еще одна попытка пройти вперед Бали еще один эпизод Артем Федоров вовремя выходит и не позволяет 9 номеру Шамилю Альсидарову обыграть себя и забить мяч в пустые ворота не справился Артем после того эпизода который случился с минуту назад и сейчас уже никуда не торопятся ликуют трибуны саратовцы одерживают победу со счетом 2-0 над грозным соперником над махачкалинским клубом анжи радуются Артем Федоров радуются болельщики радуются все-все почитатели саратовского футбола ну что ж поздравляю любителей спорта с этим результатом любителей саратовского спорта обнимает Артем Федоров Горбатюка и Андрея Яковлева главных героев сегодняшнего матча можно так сказать трио даже квартет несколько секунд назад был рядышком друг с другом Артем Федоров не позволил забить свои ворота Яковлев поучаствовал самым прямым образом в обоих забитых мячах сначала заработал угловой затем забил сам но Давид Хубаев удачно вышел на замену став тем самым ассистентом Андрею Яковлеву в той атаке которая случилась на 80-й минуте на этом все спасибо всем кто смотрел сегодняшний матч до новых встреч с вами был Андрей Козенко счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok